Добрый день, друзья! Сегодня у нас очередная охота. Ну и сегодня пойдет речь, в принципе, ближайшие поля от моего дома. Так как я был сам, решено было здесь по месту пройти. Зайчик здесь был, это все было как бы доказано, проверено. Наконец-то у нас стал снег отступать, были дождики, туман. И снег осталось только вот вдоль посадки, причем с восточной стороны. Наст как бы держал, ну, хрустел снег. Поэтому был сильный ветер в этот день, прям порывистый. То есть, реально, я просто ходил сверху шапки, еще и капюшон натягивал. Наша охота пойдет именно с этого момента. Приятного просмотра! Ветер был настолько сильный, что даже прикрутив общую громкость на буквально 10%, все равно это не спасает, шум пробивается. То есть, настолько был такой пронизывающий ветер. Вот почему я решил с восточной стороны идти, потому что здесь раньше был у нас вообще по колено и выше. Посадка была вообще засыпана там выше колена. Вот. И как бы не получалось с этой стороны пройти. Предыдущие видео с этих мест, там как бы показал я, что ходил по западной стороне. Зайчик был, но в основном он был на восточной стороне. Некоторые у меня спрашивали, как где искать. Вот, как правило, 90, а то и больше процентов. Заяц либо выскакивает на восточную сторону, либо где-то с этого края должен лежать в траве, там, прячась. Вот. Так что, вот такие вот дела. Итак, рассказываю, что произошло. Значит, собачки бегали в посадке. Я услышал, как моя младшая, так сказать, Эльза, вот, залаяла. Она стала где-то года два последних работать с голосом. То есть, либо зайца видит, либо запах прям бывает свежий. Зайц убежал, а запах остался. Вот она прям работает с голосом. Вот. В данный момент это очень сработало хорошо, потому что иначе бы я ничего не увидел. Но заяц выскочил на ту сторону посадки, то ли от меня, то ли собаки его туда погнали. Хотя должен был, по идее, на это выскакивать. Где-то был напротив меня. Вот. И было слышно, как собачки с голосом пошли назад по посадке, но по той стороне. И метрах в двухста сзади себя я увидел, как заяц только выскочил на мою сторону. И он, так сказать, пошел к населенному пункту. То есть, ушел назад. Вот это первый косой такой был. А вот уже второй момент с зайцем с этой же посадки. Собачки вернулись, и мы пошли дальше. От этого места это было где-то метрах 150-200, может быть. Вот. Смотрите, как это было. Дальше я расскажу, что произошло. Смотрите, как это было. И снова досадная ситуация по зайцу. Зайчик выскакивает с посадки. Я его на белом снеге, конечно, сразу увидел. Вот. Выскочил он в метрах 80. То есть, в принципе, ну это для себя я такую планку сделать, что до 80 еще можно стрелять. Ну, так вот, можно сказать, в редких случаях. Вот. Он выскакивает, и прямо вдоль посадки начинает убегать. То есть, по факту, я первым выстрелом, наверное, стрелял уже метрах в 90 он был. Вот. Соответственно, после второго выстрела он повернул налево и уходит через зазимку. Вот. Мы делаем круг. Надежда есть, что все-таки он в левой посадочке задержится. Я повторюсь, почему говорю с восточной стороны заяц должен лежать. А то многие как-то к этому привяжутся. Нет, ребята. Откуда ветер дует? Какая ветреная сторона? Вот. Туда практически всегда выскакивает заяц. Бывает и наоборот. Бывает неожиданно. Но вот все вплоть до наоборот. Но это очень редко. Всегда ветреная сторона. Обращайте на это внимание. Вот. Ну, а мы продолжаем. Идем дальше. Рассказываю, почему такой разрыв во времени. Уже вы, как можете видеть, наступили сумерки практически. Вот. Вторая посадка, куда ушел второй заяц. Была надежда, что он там и останется. Пошел я ее вновь с восточной ветреной стороны. Вот. Прошли мы всю посадку. Собачки рядом крутились в посадке. Я шел, можно сказать, по насту. Как можно ближе к посадке. Но, значит, безрезультатно. Опять мы дошли до, так сказать, края поля. Вернувшись назад. Ну, практически сделав круг. Вот. Потом я решил, что попробую, наверное, пойти ту же посадку. Но уже с западной стороны, с ветреной. Думаю, ну как так? Заяц-то куда-то делся. Он ушел на нее. Вот. Может быть, он сквозняком ушел. Может, собачки как бы не заметили его. Потому что посадки густые, широкие, ветер сильный. Все это запахи раздувает. Ну, поэтому вот так вот ситуация сложилась. И в итоге, ребята, вот первая посадка, два зайца. Это вот был тот, так сказать, максимум наш на тот день. И это вырвался, в принципе, часа на два всего лишь. Поэтому надежда, конечно, сразу была. Сразу два зайца с первой посадки. Казалось, сейчас дело пойдет. Успеется. Все найдется. Собачки сработают. Но, увы, ребята, увы. Не повезло нам в этот день. Поэтому сделали мы круг. И уже, можно сказать, по-темному пришли к машине. Так что такое тоже бывает. Вот решил я этот ролик выложить. Потому что некоторые говорили бы, что вот ты выкладываешь только там, где у тебя удачная охота. Вот решил выложить такое коротенькое видео довольно-таки. Вот. И здесь та самая охота, когда не везет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Удачи. И ни пуха, ни пера. До встречи, ребята. Иди сюда, Жуля. Да. Субтитры сделал DimaTorzok